Инстаграм, скажите, пожалуйста. Мы здесь в музее МВД собрались по такому случаю, что узнали, что проходит такая акция в дарении музею каких-то памятных вещей, связанных с МВД. Мой муж долгое время служил в МВД, и у него остались, к сожалению, его сейчас нет с нами, но остались его вещи, форма, какие-то награды его, ну и прочие такие личные вещи. Мы посоветовались, здесь присутствует его старшая сестра, и решили, что эти... По имени, имя, отчество, скажи, мужа. Мужа Мисаков Альберт Давлетович, полковник милиции. Скоро будет 5 лет, как его нет с нами. Они еще... Ну, это наша память, они были дома с нами, но мы решили, что лучше им принесут какую-то пользу молодежи, которые будут посещать этот музей. Мы решили, что здесь им будет лучше место. Поэтому мы с удовольствием передадим этот музей для того, чтобы и молодежь видела, и как развивалась МВД, и какие были прекрасные люди, которые служили, были на службе у Рубина. И, наверное, так. Хорошо, мы сейчас это покажем. Собственно говоря, каждый день. Рубашка. Вот она такая, на выпуск. Я передаю тоже музею вот такие вот наградные карманные часы. Вот такие. Это к юбилею было выпущено МВД, и лучших сотрудников награждали. А сюда не пришиваются на леднички белые? Нет. Это кители, которые... Что здесь? С рубашкой. Носят, да, носят под рубашку, и это для старших офицеров. Ты должен переплачивать, за распись. А вот это тоже я передаю. Это вот такой нагрудный знак. Он был начальником 24-го отдела. Как раз этот вот такой нагрудный знак, который носился вот здесь. Здесь даже от него остались эти самые дырочки. Это полковник, это три звезды, да? Да. А вот это от всем дается, а вот это уже знак? Нет, это просто пуговичка у всех. А, это пуговичка. Это пуговичка, да. А, твердый вот этот. А это вот, и вот здесь вот такой. На этот самый. Роги, и все. Да, все это вот. С этой стороны нашивка Россия МВД, А это Рогоповская нашивка. А это верхняя одежда. В их условиях каких-то. Ой, сейчас. А вот и дни. Так, это тоже шинель офицерская. Такие вот. Раньше такие шинели шили на заказ, а потом уже стали делать их, ну, в таком, фабричной, собственно говоря. Вот такая шинель. Как она такая тяжелая. Она не промокала, на самом деле? Ее это такая вот повседневная одежда, которую я носила. Вот, пожалуй, все такие вот. То, что мы хотим перейдем к музею, это можно носить. А можно попробовать плащ-палатку надену? Как она сидит? У нее рукавов нет, да, получается? Нет, это плащ-палатка. Это его форма. Мы ее так и сохранили. Я, честно, беру, я был такой, как будто бы я его на парад соберела. Посмотрите все, пожалуйста, в руках. Так, держи порошку. Вера, где у нас? Здесь. В среднюю декаду февраля, в дню защитника Отечества, музей принимает подарки. Это объявляется в две декады дарения. Собранный материал к открытию музея всегда здесь, как говорится, стабильно выставлен, но всегда что-то находится. Всегда где-то у себя дома находят то в кладовке, то в гараже какие-то экспонаты, которые дома уже хранить. Смысла нет. А здесь в детской летописи нашего ведомства. Любой экспонат какой ни возьмем. Ту же самую, даже, ну просто пленку, даже просто фонарик. Фуражку уж я не говорю, это вещи, которые просто святые человек носил. Деньги. Любой этот экспонат можно так представить, так рассказать, кто придет сюда. Правда, что это все способствовало раскрытию преступлений. Какие-то вещи, которые здесь есть, способствовали профилактике преступлений. А весь музей непосредственно направлен для того, чтобы молодежь воспитывать в духе особого отношения к органам правопорядка, к нашему министерству. Чтобы для них МВД, это было не фильмы, которые они смотрят в интернете, информацию, которую получают, непроверенную, хлынувшую. А из первых уст от ветеранов МВД рассказать правду о том, какая сложная, напряженная служба. Неслучайно про нее говорили наши службы. И опасна, и трудна. И два зала, зал исторической реконструкции и зал славы, он постепенно подводит человека, который пришел сюда в гости в музей, к мысли о том, что такое ведомство, Министерство внутренних дел, только нашему народу слушает тому, чтобы соблюдались законы, служит тому, чтобы человек жил мирно в нашей стране. Каждый экспонат с огромной благодарностью принимаем, заносим специальные книги, учеты, все бережно сохраняется. И новый министр, который недавно к нам пришел, более года, Василий Петрович Павлов, он мечтает даже о расширении наших площадей, чтобы еще больше стендов, больше было экспонатов. Поэтому вот эти все предметы, которые к нам сюда приходят, будут иллюстрировать нашу историю. И давайте в бессминечке подоставим слово, как можно представиться сейчас. Как тебя зовут и где учишься? Да, Боля, как зовут тебя такая? Бессмина. Давай, громко, какая стишок моя хорошая, который ты готовила. Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, чтоб стать железом, мало бы трудой. Ты должен переплавиться, разбиться, и как руда пожертвовать собой. Готовность к смерти тоже ведь оружие. Готовность к смерти тоже ведь оружие. И ты его одна. И ты его одна. Примени. Примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому в веках живут они. Молодцы. Дарит в рамках декады дарения нам форму своего супруга и принесла показать награды. Показывайте. Не торопитесь. Как этот знак называется? Синий крест. Синий крест. Синий крест. У нас тоже есть, просто я как-то не забываю. Сейчас. Вот. Это, знаете, что? Это за верность долгу. Ногрудный знак. Ногрудный. Да. Это вот за верность долгу. Так. Участник боевых действий. Это знак участника боевых действий. Ух ты. Смотрите, какой он. Это вот Румбов, когда был в Чечне. Да, да, да. Очень интересно. Вот. А вот это... Эксперт-криминалист, по-моему. Да. Нет, нет, нет. А, нет. Ой, это вообще какое-то изобретение. Да. Сейчас скажу. Дай его сходку с вами. Вот он. Это криминальная милиция? Вот криминальная. Я помню, что криминальная милиция. Лучше у первополномоченных. Криминальность. Ключикус. Вот так. А это резонанс. Тут же схрон денег найдено. Вот мы сельданем императорами. Здесь. Представляете, тяжелый. Пачка трешка. Вот это 300 рублей. О, без одного близ всего. Можно было 300 рублей на море ехать. Да. 300 рублей. Дорога к билетам. Интересные. Ух ты. У вас, смотрите, какие редкие. Это отличник гражданской обороны. А вот это. Это мор. Это очень интересный знак. Это я помню. Просто хочу достать. Это 80 лет, шифровальная служба. Ничего себе. Я первый раз вообще не вижу. Это вот Рахаев Владимировна. А их было один-два человек мало. Вот поэтому не открываю, что это очень-очень бесценно. Вы так просто коробочку пройдите. Вы можете сделайте дома какой-то поножец. Продолжение следует.